Неужели, как говорят, еще горсточка православных крещенных спасется, а все остальные попадут в ад? Представляете, наливает в воду такой огромный чан, печка, огромнейшая такая печка. На всю Россию получается? На всю Россию. Это такая чаша, можно сказать бы, огромная, в которой крестятся младенцы в основном. Ну да, взрослые сюда вряд ли поместятся. Ну, практика показывает, что помещаются. Вы спрашиваете о тех вещах, которые я отношу привилегию только к Господу, он может сам решить. Иерей Сергий Бескаравайный. Настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Калуге. Господу помолимся, Господи, помилуй. Во имени Твоем, Господи Божией истины, единородно готова в сына и святаго твоего духа, возлагая руку мою, нарабатывая его, Дмитрия. Отец Сергий, здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня пришла вот сюда узнать у вас все о крещении. Потому что вопросов на самом деле много. Ну, давайте начнем с самого, наверное, очевидного вопроса. Вообще, зачем нужно креститься? Ну, это, как говорится, дверь в Царствие Божие, без крещения никак нельзя туда войти. Есть в Евангелии такой момент, когда Господь с Никодимом разговаривает. И Он говорит, что войти можно только в Царствие Божие через воду и святого духа. Вот здесь вода и дух святой – это не какой-то обряд, это таинство. Это когда напрямую Бог действует на человека, напрямую. И в этот момент происходит вот это чудо рождения духовной жизни. Как называется вот этот чан? Ну, это не чан, это кандия называется по-церковному. Это такая, ну, чаша, можно сказать, огромная, в которой крестятся младенцы в основном. Ну да, взрослые сюда вряд ли поместятся. Ну, практика показывает, что помещаются. Да? Да, ну, это, конечно, я шучу. Ну, наклоняем голову, обливаем, когда нет другой возможности. Поговорим про крещение детей. Вот я вижу, тут у нас есть такая вот рубашечка крестильная. Ну, если розовые ниточки, видимо, это для девочки. И чепчик, вот такой вот прекрасный чепчик. Вот скажите, вот эти вот атрибуты красивые для крещения младенца, они обязательны вообще? Ну, не обязательно, но это традиция. Потому что, когда в момент крещения мы вытаскиваем ребёночка, вынимаем из воды, и это символизирует, что его душа очень чистая. И когда мы одеваем это новое облачение, такое детское, то оно символизирует вот эту чистоту. Батюшка, ну, я вот ещё вижу, у вас тут есть особый такой, я сейчас скажу совсем простыми словами, такой вот шкатулочка или сундучок. Вы сейчас скажете, как это всё правильно называется. Давайте откроем вообще, что там. Это называется ковчежец. Если вы пришли в церковь креститься, всё нормально. Вот без этого набора крещение не совершается. Стоит из нескольких отделений. Первый – это еле и вот такой, когда происходит само крещение, мажется вот маслом, это освященное масло специально. Ушки мажутся, лоб, там, чресло, грудь. Это как бы символизирует то, что человек освящается перед крещением, и чтобы его руки и ноги были, и голова направлены в сторону спасения. Вот такая вот маленькая кисточка, с помощью которой этим елеем помазывается. Есть ещё вот такая вот другая такая кисточка, вот такая вот, с маленьким таким же. Она полностью железная, балдашник. Это вот такой стручец для мира, который вот-вот есть. Вот оно. Мира выдаётся только в епархии. Это великая драгоценность. Его варят раз в два года. Патриарх, только патриарх. На Страстной Седмице три дня его варят. Из 50 буквально облаговоний различных и трав. Представляете, наливает в воду такой огромный чан, печка огромнейшая такая печка. На всю Россию, получается? На всю Россию, на всю, да. Какой же этот чан должен быть на всю Россию? Да, на огромнейший чан туда всё это засыпают эти травы благовонные, заливается вода, масла, и всё это в течение Великого понедельника, вторника Великой Среды. Всё это вот варится. Беспрестанно читается Евангелие священниками в этот момент. И в Четверг, Великий Четверг, это всё разливается по лавастровым сосудам, причём используют добавлением древнего мира, который ещё древний. А потом это всё по каким-то маленьким таким вот баночкам разносится по всей Руси Великой. И потом вот каждая епархия к каждому приходу подаёт вот совсем капельку, совсем немножко там. Слушайте, но у вас вот в этой баночке больше жидкости, чем в той баночке. Ну, это тут кончается, священник может сам восполнить. А здесь надо уже прошение писать архиерею и выпрашивать. У него уже говорят, что вот у нас закончилось. Ну, и ножницы, они там в определённый момент младенчику или взрослому постригают волосы крестообразно. А что это значит? Ну, это значит, что, ну, как вот монаха постригают, да, вот что он крестился, вот крест на него накладывается такой, что он уже христианин. И это как обед, что ли, может, раньше, знаете, апостол Павел сбрил себе волосы, там обед давал, а у нас сбривают крестообразно. Батюшка, а вот это мира, которые самые драгоценные сосуд, им, получается, ставят печать цвета Духа? Да, да, это таинство, ещё одно таинство, таинство в таинстве. Это как бы соединение двух таинств – крещение и миропомазание. Вот раньше миропомазывались цари и первосвященники, священники. И сейчас каждый христианин, который крестится, его тоже миропомазывают, как будто он царственное священство. То есть мы все призваны, ну, как апостол Павел, допустим, говорит, «Разве вы не знаете, что вы боги исте?» То есть или там царственное священство, он так и говорит. То есть тот человек, который входит в церковь, входит в духовную жизнь, он становится священником такой для самого себя, потому что ему нужно спасти самого себя. Вот это великое таинство, то есть два таинства. И когда священник берёт из этого мира, он делает тоже крестик на лбу, на руках, на ногах, на чеслах, на груди, а тем самым накладывает печать дара Святого Духа. То есть в этот момент крещаемый получает вот эту вот печать дара Духа, чтобы ему было легче. Поэтому все после крещения ходят, как сумасшедшие. На крыльях, в смысле? На крыльях, да. Они все ходят, ничего не понимают, всему радуются, и всё легко даётся. То, что скоро, через какое-то определённое время, всё равно заканчивается. Вот. Но и потом уже добывается уже каким-то трудом. Батюшка, а какие ещё в самом таинстве есть знаковые события, знаковые моменты? Там всё знаковое, всё имеет свою как бы символику. Например, есть момент, когда крёстные или тот, кто крещается взрослый, поворачивается на запад, отрекается от дьявола и плюёт на него. Кстати, это тоже такой вот вопрос в интернете, зачем плевать во время таинства крещения? Вот, как бы не все понимают, что это. Ну, это символическое значение, и когда человек поворачивается, и он как бы отрекается от той жизни, от того греха, который может быть у него, может возникнуть в процессе как бы его спасения. Ну, и тут тоже крещение есть момент, когда поворачивается на восток и сочетается с Богом. То есть крещаем его с нами крёстного или тот, кто взрослый, и говорит, что он сочетается, что он сознательно принимает ту веру, которую Господь принёс на землю, именно православный в данном случае. Батюшка, вот люди иногда боятся, если перед крещением ребёнок начинает плакать сильно, и даже трактуют это так, что в него бес какой-то вселился. Это вообще правда? Допустим, у ребёночка, когда приводят, он растёт и привыкает к определённой обстановке. Белые стены, картина, мама, папа, лицо. В храме всё сделано именно так, чтобы оторвать человека от того привычного, которое его окружает. Здесь консульство небесное, здесь всё по-другому. Здесь вот лики смотрят сверху, ангелы смотрят, всё необычно. Вот эта обстановка, смена обстановки пугает маленького человечка, и он реагирует, и в этом ничего нет. Можно ли крестить ребёнка, если родители не крещённые? Ну, крестить-то можно, но будет ли от этого много толку? Если вот крёстные верующие, тогда это возможно. Но если крёстные тоже такие, так себе, как бы, то я бы постерёгся, потому что, ну, я не вижу как бы смысла в этом. Ребёнок будет расти как сорняк в этом отношении, духовно сорняком, как беспризорник. Это как родить ребёнка и выпустить его на улицу, и больше, как бы, его не помогать ему никак. Вот то же самое это происходит, когда ребёнка родили духовно, а и всё на этом закончилось. И он просто заглушает в себе тот дар духа, который ему даётся Богом. Ну, может быть, до какого-то, хочется надеяться, что до какого-то момента. Я ещё слышала, что есть ошибки в отношении имён, которые даются при крещении. И тоже вот в интернете такие вопросы. А если девочку покрестили нечаянно именем мальчика, вот что делать в таких ситуациях? Это возможно вообще? Да, ну, такие ошибки бывают у священников, особенно вот в 2000-х годах, когда крестили огромное количество, и священник уставший может просто в такой вот круговерти перепутать. Вот, ну, да, было вот такое, два близнеца у меня крестились, мальчика, два мальчика. Одного звали Саша, а другого не помню, ну, тоже как-то вот по-другому. Алексей, что ли. А я покрестил того Алексеем, а того Сашем. Наоборот. И это уже всё. То есть они как бы имена носили друг друга, вот это получилось. Ну, вот, а некоторые не помнят имена. Очень часто бывает такое, подходят, хотят причаститься, но не помнят, как в детстве крестили. Потому что, ну, это крёстная, вот такая работа крёстных. Вот, и в этом случае священник по имени как-то вот, либо наречение имени опять даёт, либо как-то пытается угадать это имя, либо причащает тем именам, которые человек носит. Это зависит от того, как священник там решит. Ну, и, наконец, вопрос, который волнует очень многих. Что будет с теми людьми, которые не крещены? Неужели, вот, как говорят, ещё горсточка православных крещённых спасётся, а все остальные вот попадут в ад? Ну, в этом случае мы руководствуемся только словами Господа. Он говорит, что нельзя войти в Царствие Божие. То есть он сказал, Бог сказал, и всё, ну, что мы можем сделать? Мы бы и рады там, ну, как-то. Ну, Бог сказал, всё, говорит, только тот, кто родится от воды и духа. Некрещённый человек, он не может войти в Царствие Божие. Он может не мучиться и будет судиться, апостол Павел так и пишет, что некрещённый будет судиться по закону совести. Но в Царствие Божие они уже не войдут. Но есть же мученики, которые кровью крестились, правильно? Которые не были крещены, но… Вы спрашиваете о тех вещах, которые я отношу привилегию только к Господу. Он может сам решить, в этот момент крестился он, а может, то, что думал человек в этот момент, или хотел он быть с Богом или нет. Это очень всё сложно. Допустим, однажды поиски Святогорства спросили, как молиться, когда один самоубийца прыгнул сверху, чтобы разбиться, и горем убитый отец пришёл к нему, что делать там, как он говорит? Ты молись за него, как за спасённого. Пока, говорит, летел, он уже там сказал, Господи, помилуй. А Господь даже за такие вещи цепляется, чтобы спасти человека. То есть нужно уповать на милость Божью? Да, да, только так. Во многих вещах одна только надежда на его милость. Больше никак. Батюшка, благодарю вас за беседу. Я думаю, что это будет полезно нашим зрителям. Спасибо, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok